Перед глазами зрителей предстает негладкая поверхность холста. Здания и предметы на некоторых полотнах как будто хотят выйти за пределы рам. Рельефные элементы отбрасывают тени и словно становятся декорациями какого-то спектакля. Большинство картин Вячеслава Варнашова выполнено в необычной технике масляной живописи объемной. Видимо, он посчитал, что цвет выражает малые эмоции. То, что еще нужно подключить объем, играет освещение на работах. Работы Вячеслава Варнашова отличаются нестандартным подходом к изображению натюрмортов и пейзажей. Каждая картина мастера – это и волшебная иллюзия, и реальность одновременно. В работах сочетаются мечты и впечатления, поэзия и проза повседневной жизни. Это искренние эмоции. И каждый, глядя на эти работы, воспринимает их по-своему. Тут действительно есть над чем подумать. Георгий Варнашов пока в начале творческого пути, но готов к экспериментам. Он помнит совет отца по возможности уходить от классической школы, творить и искать свой стиль. Этой идеей придерживается Ирина. Врач-психиатр по образованию, она оставила профессию ради творчества и теперь рисует картины и создает платье в стиле Нуна Фелтинг. Она не шьется. Здесь нет никаких швов. Это цельноваляльное изделие, которое готовится по определенной фигуре, по определенному шаблону. Тонкие и мягкие платья делаются из шерсти с добавлением маргелландского шелка. Натуральная одежда приобретает незаурядные свойства. В ней не жарко летом и не холодно зимой. Окрашиваются готовые изделия природными красителями. Ирина использует листья деревьев и различные травы. Это еще память такая о конкретном дне, о конкретном лете. То есть изделия уникальные. Этого не будет больше ни у кого никогда. Полюбоваться пейзажами и натюрмортами, рассмотреть картины, выполненные в новаторском стиле объемной живописи и оценить творчество пензенских художников можно в Доме ученых. Выставка будет работать до ноября. Елена Грецкого, Владимир Лисик, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров, 24. Субтитры создавал DimaTorzok